Это работало. Сейчас это не работает. Ты получишь 60 центов. Как раз две копии, которые заменят остальное. 500. Почти 600. Нормально. Мне нравится. Эй, здорово, дружище! С тобой Серёга, Сайбербанан. И по многочисленным просьбам я рассказываю, как убрать фон из Counter-Strike, либо поставить тот, который постоянно у меня на стримах. Интересно? С тебя лайкусик, и я начинаю. Но перед началом... Залетаем на сайт hellstore.net. Здесь чем больше ты ставишь, тем больше вероятность выиграть. Поэтому у нас есть 128 долларов, и я готов лететь на всю котлету. Сначала надо вещи выкупить. 8, 8, 8, 8, и ещё раз 8. Отлично. Купить. И всё это мы заливаем в ставки. Я готов. 6 секунд до начала. 42% на победу, точнее 39. Держим кулачки, парни. Давай. Реально сейчас всех нагнём. И что? И куда? А вот он. Стопэ, стопэ, стопэ. Да ладно, я пролетаю мимо. Ладно, ничего страшного. Но для тебя подготовил сюрприз. По промокоду САЙБЕРБАНАНА в описании найдёшь. Ты получишь 60 центов. В следующий раз мы здесь покажем, что такое настоящая доминация. Вернёмся к вопросу, как заменить фон в Counter-Strike. А точнее, как убрать его вовсе, либо поставить такой, который находится у меня на стримах. Раньше можно было сделать легко и просто. Ты просто заходил в папку Видеос и переменил название. И всё. У тебя чёрный фон, спереди моделька, и вуаля. Быстрый заход в каточку, ну и вдобавок повышение FPS в меню. Да, это работало. Сейчас это не работает. Но для тебя я подготовил сразу несколько файлов, которые легко и просто замедят файлы, которые находятся в Видеос и сделают тебе халяву. Первое, ты можешь выбрать сразу чёрный фон, а второе, сразу мой фон, который находится у меня на стримах. Давай покажу, как я это сделал и покажу, как скачать. Заходим в Premiere Pro и просто выставляем несколько секунд чёрного фона. Создаём проект, так напишем фон. Дальше находим корректирующий слой. Окей. Вставляем сюда. Он как раз примерно 4 секунды, но мы выставим буквально, наверное, одну секунду. Нам этого будет достаточно. Вот наш чёрный фон готов. После чего нажимаем Ctrl-M и сохраняем. Корректирующий слой изменим название на примерно фон. Фон 1 пусть будет. Окей. Сохранить. И экспорт. Далее заходим в Яндекс и пишем Conventure Online VBMA. Окей. Залетаем. Самый первый попавшийся, потому что, в принципе, всё здесь одно и то же. Перетаскиваем сюда файл. Естественно, файл у нас находится в загрузочках. И фон 1, тот, который мы как раз и сделали. Всё, он залетел. Теперь просто начать конвентирование. Особенно париться не надо, там автоматически всё выполняется. Итак, загрузить. Всё. Фон 1 в WebM готов. Далее залетаем в папку с играми, где у тебя установлен Counter-Strike. Не Steam, Counter-Strike. Поэтому у меня находится в Game, после чего Steam Apps, дальше Come On, после чего Counter-Strike, CS GO, дальше мы летим в Панорама, после чего вот самый тот видео, с которым раньше можно было поменять название, и всё, у тебя чёрный фон. Но сейчас это не работает, ещё раз повторю. Всё, мы находимся в папке с видео. Конкретно я уже рассказал тебе о том, что я уже тебе подготовил файл, поэтому тебе просто нужно будет зайти в эту папку и разархивировать архив, который я тебе дам. У меня уже заменен Nuke. То есть просто, когда ты будешь заходить в Counter-Strike, выберешь Nuke, и у тебя автоматически поставится мой фон. Но давайте теперь заменим нашим чёрным фоном именно BlackSide. То есть нам нужно поменять фон BlackSide, BlackSide 540 и BlackSide 720. Сейчас мы это и сделаем, но для начала нужно нам переименовать наш фон 1 в эти самые BlackSide, BlackSide 540 и BlackSide 720. Копируем наш фон, потом летим обратно в эту папку, вставляем сюда, чтобы не потерять. Теперь просто нужно переименовать BlackSide, тут BlackSide 1 ставим, а здесь меняем. Переименовать, вставить. Готово. Теперь мы делаем копии. Копировать, вставить, вставить. То есть как раз две копии, которые заменят остальное. BlackSide мы переименовываем тоже и сразу копируем название. Вставляем сюда. Это я показывал, как я лично вам делал. Но вам это не нужно делать, вам просто нужно разархивировать архив, который покажет чуть позже. Давай дальше закончим это дело. Переновать, копировать, меняем название и после чего копию эту возвращаем обратно. Готово. Все, у нас все поставлено. Давай проверим теперь, как это работает. Заходим в Counter-Strike. Помнишь, там было нюк? Это означает, что мой фон, специальный, да, сделанный под CyberBanan и так далее, это под панорамой нюк. А под панорамой BlackSide это черный фон. Давай посмотрим, как это выглядит, в принципе. Итак, мы в Counter-Strike, теперь заходим в настройки и изображение. Здесь сверху как раз фон в главном меню нюк. Как я и говорил, нюк это мой фон, который сзади, вот эта вся красота. Но, теперь делаем BlackSide и у нас что? Барабанная дробь, черный фон. Все, в принципе, ты понял, как это делается. FPS интересно сколько? Ну-ка, давай-ка посмотрим NetGraph. 500. Почти 600. Нормально. Мне нравится. В принципе, то, что нужно и быстрее, благодаря такому черному фону, ты быстрее залетаешь в катки. Кто спрашивал, как быстрее зайти, это действительно помогает. Не знаю как, но это реально работает. Вот я тебе рассказал, как легко и просто можно либо убрать фон, либо поставить фон такой, который находится у меня. Желаю тебе удачи в повышении FPS, в замене фона, ну и в хороших каточках и тиммейтах тоже. Все, с тобой был Серега, CyberBanana. Давай, дружище, посмотри вот этот годный видос и влепи сюда лайк. Пока-пока.